Падем в мечту Падем в мечту Скандальная история со стройкой памятника воина Великой Отечественной в Тепличном набирает новые обороты. А современные герои, сейногорские подростки, получают благодарности за спасение ребенка из воды. Начинаем новости на ТВ7. С вами Анастасия Павлова. Здравствуйте. За скандальный мемориал воинам Великой Отечественной войны в Тепличном сельсовету, возможно, придется возвращать деньги. Прокуратуре не нравятся контракты. Надзорники идут в суд. У скотомогильника под Новокурском появилась стройплощадка. Местные считают, это для крематория. Далеко не залазим. Мы молодые, мы не рискуем. Ну, у нас же никто не специально тонуть не ходит. Спасатели нашли абаканцев, кто купается в неположенных местах. МЧС устроила акцию по безопасности. Просто как-то оно само подсказало, что вот именно сова здесь получится. Искусно подстригает деревья дворник Черногорского детсада. Фигуры ему подсказывает природа. Скандал с памятником воина Великой Отечественной в Тепличном продолжается. ОНФ пишет, прокуратура пойдет в суд признавать контракты на реконструкцию недействительными. История с мемориалом длится с весны. Тогда сельсовет снес старый монумент перед Днем Победы. Это возмутило часть жителей поселка. С тех пор в Тепличном идут споры среди местных. Включились общественники и пошли проверки надзорников. Сегодня работы на мемориале заканчиваются. Подрядчик почти уложил плитку и визуально не хватает только имен погибших воинов. В новой версии к героям Великой Отечественной добавятся бойцы современных противостояний. Что касается всего сквера, то, судя по словам главы сельсовета в мае, осталось доделать детскую площадку, заменить скамейки и поставить ограждение. Между тем прокуратура подтвердила выводы антимонопольной службы о том, что контракт на реконструкцию был разбит на 13 частей. Так власть избежала торгов. И надзорники видят в этом хитрую уловку, чтобы обойти закон. Официальную бумагу об этом получил Народный фронт. Прокуратуру региона направлен проект искового заявления в арбитражный суд Республики Хакасия о признании заключенных контрактов недействительными в силу ничтожности. Если прокуратура победит в суде, деньги, потраченные на реконструкцию, сельсовету придется вернуть. История со сносом мемориала острой стала сразу. За две недели до праздника строители убрали старый мемориал воинам Великой Отечественной и тепличный загудел. Уж очень тема деликатная. Сельского начальника полетели обвинения. Тогда Анна Мадисон объясняла решение так. Это было публичное голосование. И мы людям объясняли, что собой подразумевает слово и реконструкция и так далее. То у каждого была возможность обратиться лично. На прошлой неделе у нас были сходы граждан, где можно было прийти, обсудить эти вопросы и получить какие-то объяснения. Судя по дальнейшим публичным высказываниям, у сельского начальника чем дальше, тем больше укреплялось мнение в политической травле. Между тем у критиков появились вопросы к самой стройке. Во-первых, сельсовет ко Дню Победы сделать новый мемориал не успел. И спустя два месяца тоже. Народный фронт две недели назад отправил на стройку своего федерального инспектора по коммуналке. Давайте решать, что из этого делать. И вот тут я должна с главой республики буду разговаривать. Потому что и министерство проморгало свои ошибки, и прокуратура даст ему оценки. И район, который вовремя не остановил это неправильное действие Анны Васильевны со своей. На общественную ревизию пришли как противники, так и сторонники Мадисон. Получилась общедеревенская склока, которая не утихала даже после отъезда инспекции. Подожди. В рассвете стояла Стелла. Стелла там стояла. Стояла. И в свое время там ее убрали. И никто не против был. Что касается самого памятника, то в перечень культурного наследия он не был внесен. И считается собственностью сельсовета. Так что сносить его чисто юридически власть право имела. Дата открытия нового переносилась уже дважды. Последняя – конец года. Александр Тимофеев, Евгений Сульбереков. Нотабена. Жители Новокурска заметили стройку в четырех километрах от села. И сразу вспомнили, что один из вариантов переезда крематория для животных был их район. На Черногорский крематор ополчились горожане. И им надоело дышать трупным запахом и дымом. И после долгих жалоб губернатор пообещал печи переселить. Площадка сделана как раз у действующего скотомогильника, рассказывают местные. С их слов, электричество под предприятие строители завели, дорогу подготовили. Раньше проехать в этой местности было трудно. В администрациях Сабинского сельсовета и Бейского района не знают, под что именно там идет стройка. Возможно, что-то делает частник. Версию с переносом крематория в район отрицают, как и Республиканские, Минприроды и Минсельхоз. В ведомствах говорят, место еще не выбрано, нужна экспертиза. Владелец печи Максим Давыдкин рассказал, ждет все необходимые документы, изучает предложения. Пока их четыре. Территория Новокурска туда тоже входит, как и Усть-Ябаканские и Ширинские районы, Черногорск. Ясность должна появиться в сентябре. В начале недели Минприроды сообщила, черногорцы еще жалуются на запах от крематора. Но последние исследования передвижной лаборатории зафиксировали только превышение пыли в воздухе. Чиновники пишут, рядом с крематорием работают и другие предприятия, а в печах сейчас трупы не горят. На это введен запрет. Туши пока складируют и сжигают лишь методходы. Лишать Аэросити статуса рекоператора власти Хакасии начнут с 1 августа. Хотя ранее обещали процедуру начать до этой даты. Уже в воскресенье вступают в силу поправки республиканского закона, а они дали право правительству выгнать мусорщика. Сейчас жалоб на Аэросити немного, но в любом случае они есть, говорят в Минстрое. Обычно ситуация обостряется весной и осенью уже несколько лет. Но только сейчас поправки Верховному Совету предложил губернатор в аккурат перед выборами. Факт того, что с августа начинается процедура лишения Аэросити статуса рекоператора, не означает быстрое прощание с мусорщиками. Аэросити, возможно, захочет обжаловать решение в суде, а это может занять несколько лет, говорят в Минприроды. Все это время рекоператор работать обязан. Если вновь не поедет за баками, то отходы сможет вывозить уже местная госкомпания. Такую власть еще не создали, готовят документы. В Минприроду уверяют, в период, пока идет процедура лишения статуса, закон позволяет госкомпании работать без торгов. Жительница Минусинска оставила малышей без еды и с открытой дверью на балкон. Мальчикам 1,2 года. 21-летняя мама ушла по делам примерно в 5 вечера и собиралась вернуться к полуночи, пишет МВД по Красноярскому краю. Соседи вызвали полицию, так как дети плакали больше часа, а дверь никто не открывал. Мать на звонки не отвечала. Нашли ее только ночью. Ребятишек поместили в больницу. За несколько дней до случившегося женщине назначили административку по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Семью поставили на учет. Сейчас возбуждено уголовное дело за оставление детей в опасности. Пока ненадолго прервемся, но в начале о том, что еще покажем в выпуске. В скором времени у нас будет постеленный ролем и установленный плюнтусаль. Кабинет стоматолога, стационары, новое оборудование. В Кайбалах стройка амбулатории идет впереди графика. Мы живем на гавани, здесь работаем на гавани, поэтому мы равнодушными не можем быть к своему району. Абаканцы отозвались на призыв мэра выйти на общий субботник. Горожане помогают коммунальщикам убирать ветки после урагана. Вот такой договор подписали 370 тысяч россиян, чтобы списать свои долды. Я доверяю Федеральному центру банкротства. Папа! Агенты, прохожу первый периметр безопасности. Приготовились. Три, два, один, три! Агенты, спасибо за поддержку. Миссия выполнена. Сюрприз! Сюрприз! Настрой свою безопасность. Подключи домофон 2.0 от компании Орион Телеком. Превосходный жилокомплекс по адресу генерала Тихонова 6 от компании Людвиг. ЖК Парковый. Это развивающийся район Арбан. Кирпичные дома. Одна, двух и трехкомнатные квартиры. Большая парковка. Уютный парк. Современные детские площадки. Все в шаговой доступности. Звоните 20-26-26. Нужны сотрудники? Подайте объявление в бегущую строку на телеканал ТВ-7. И оно дополнительно выйдет в телегазете на цифровых телеканалах Юга Сибири. СТС, РЕН-ТВ, Пятый, Домашний и ТВ-Центр. А также продублируется на сайте ctv7.ru. Еще больше эффективности за те же деньги. Единая рекламная служба Юг Сибири. Абакан. Щетинки на 29. Саеногорск. Микрорайон Центральный. 1. Радио Сибирь. Ритм твоей жизни. Радио Сибирь. Something but good. Together we're perfectly. For me, days, for me, days, for me. Молча будьте, как будет проще всем. Радио Сибирь. 103,7 FM в Абакане. 50 тысяч рублей морального вреда получит 15-летняя девочка из Минусинска, которая прошлым летом упала в шлюз дамбы. Девочка зацепилась за бетонную плиту и 4 часа провела в холодной воде, пока шла спасоперация. Все 4 часа рядом с подростком плавал водолаз. Чтобы добраться до девочки, МЧС убирали мусор, а потом осушили шлюз. Прокуратура Красноярского края выяснила, что ЧП можно было избежать, если бы гидротехническое сооружение находилось в исправном состоянии. Решетки для удержания мусора были в нерабочем положении, а объект нуждался в капремонте. В итоге управление городского хозяйства по иску прокурора обязано отремонтировать сооружение, а в пользу девочки выплатить ущерб. Купаться в неположенном месте опасно, и об этом спасатели рассказывали тем, кто отдыхает в абаканской зоне отдыха, но не на официальном пляже, а там, где стоят запрещающие знаки. Тех, кому все равно на запрет оказалось немало. Некоторые даже отказывались слушать сотрудников МЧС. А еще я купаюсь здесь уже 40 лет, или я просто загораю. Так люди отвечали на вопрос спасателей, почему не ходите на официальный пляж. А там много народа орут, матерятся. А мне что, один день отдыха, два дня работаю, и весь день вот это. Матершину сюда говорить не буду. Вот мы сюда и уходим. В полдень спасатели заметили семь компаний, у знаков купания запрещено. Суть акции – рассказать горожанам о безопасности и раздать памятки. Для тех, кто, скажем так, реагирует агрессивно, не заботится о своей безопасности, очень часто с такими людьми случаются негативные последствия. И потом, как ни странно, люди бегут с спасателем, обращаются в МЧС. Всего с начала купального сезона в республике утонуло 11 человек. Один из них – ребенок. Все трагедии произошли в запрещенных местах. Чтобы отдых абаканцев сделать безопаснее, в этом году мэрия решила открыть еще один пляж на месте заброшенного карьера в зоне отдыха. За два-три сезона, как рассказал мэр города, с новым местом для купания справиться. Школьников, которые спасли тонущего мальчика на Саиногорском карьере, наградили благодарственными письмами. История произошла неделю назад. Двое 14-летних подростков увидели ребенка в воде. Благодарность от мэра получает Александр Золотухин. 13 июля он вместе с другом заметил, как в воде тонет ребенок. Саша бросился в воду. Дна под ногами не было. Подхватил мальчика и вытолкнул. А друг Данил помог вытащить на берег. Данил Агапов прийти на вручение не смог. Благодарность друг передаст ему лично. Парни рассказали, что спасенному мальчику на вид было 8 лет. Он сказал спасибо и убежал. О геройстве подростков рассказала классный руководитель Александра. К слову, плавать Сашу научила в детстве бабушка. Она мастер спорта по плаванию. Открытость власти и диалог с общественностью – это то, чего не хватает республике. Даже элементарные вещи, те же справки для многодетных, которые в других регионах выдаются онлайн, у нас по старинке. Очередь и бумажки. Проблема цифровизации – одна из причин, почему трудно связаться с госорганами. К такому заключению пришли представители общественности, бизнеса и власти на стратегической сессии. Республика Хакасия занимает 20-е место с конца. Просто сейчас с конца посчитать, чем сначала. Это рейтинг цифровизации регионов. Еще пару лет назад Хакасия была на 15 строчек выше. Но другие регионы нас обошли. Они активнее внедряют различные платформы в работу, рассказывает председатель Федерации профсоюзов республики Евгения Ольховская. Сейчас у госорганов Хакасии исчезают сайты. У Министерства труда и соцзащиты он больше года не работает. Когда коснулась сайта управления социальной поддержкой населения, можно слайд. Сайт очень интересный, информативный. Но, к сожалению, все ссылки на электронные платформы идут на госуслуги. Ничего своего у нас нет. И я, как многодетная мама, сама с этим сталкиваюсь ежегодно. Я собираю справки со школы, справку ЖЭКа, что у меня такая семья. И иду ножками, сижу в очереди и продлеваю свой статус многодетной семьи. От неграмотного информирования населения волонтерские организации с социальными проектами зачастую не в курсе о выделяемых субсидиях и грантах. Есть не только федеральные проекты, до которых иногда организациям нужно дорасти, но есть еще и проекты регионального значения при софинансировании фонда президентских грантов. И вот на это выделяются существенные средства. 2 миллиарда рублей только в 2023 году было распределено. И Хакасия на самом последнем месте, в принципе, во всей Российской Федерации. По софинансированию. Если сравнивать с республикой Алтай, которая в три раза меньше Хакасии, то мы получили 2 миллиона, а соседей 18. Хотя в регионе 209 официально зарегистрированных некоммерческих организаций. В том числе это и волонтеры. Во времена ковида они доставляли продукты и лекарства больным и тем, кто на самоизоляции. Сейчас помогают со сбором гуманитарной помощи в зону СВО. Спасибо всем тем, кто без особой поддержки от правительства республики помогает нашим ребятам на СВО. Низкий за это поклон. Это святое дело. Вообще общественная энергия – это мощнейшая сила, которую власть должна правильно направить, помочь, поддержать. И вместе с этими людьми делать дело. Чтобы была возможность получать гранты. Чтобы люди понимали, где и чем они могут заниматься. Главное, чтобы госструктуры общались с людьми и создавали условия для помощи жителям, считают участники сессии. А дальше региональные или муниципальные чиновники будут взаимодействовать уже с федеральными властями. Кабинет стоматолога, дневной стационар, просторные помещения и новое оборудование. Такой будет амбулатория в Кайбалах. Подрядчик возводит здание с мая и концу лета все работы в медицинском учреждении обещает закончить. Но пока отличить один кабинет от другого без плана сложно. На момент у нас установлены перегородки. Они отделаны на чистовую гипсокартонными окрашенными листами. В скором времени у нас будет постелен линолеум и установлены плинтусаль. Работы в новой амбулатории Кайбал вышли на финальный этап. Линолеум подрядчик завез, так что установка вопрос ближайшей недели. Идет чистовая отделка помещений, дальше монтаж сантехники, пожарной сигнализации и электропроводки. Отопление для врачей и пациентов обеспечит местная котельная. Горячего водоснабжения в деревне нет, так что водонагреватели закупят дополнительно. Амбулатория у нас будет оборудована врачебным кабинетом стоматологическим, гинекологическим кабинетом со смотровым креслом. Также у нас будет палата для дневного пребывания, дневного стационара на два койко-места. Постоянного стоматолога в Кайбалах нет. Минимум раз в неделю для приемов приедет врач из Белого Яра. По проекту территорию вокруг рабочие благоустроят. Здание стоит на возвышенности, к главному входу сделают лестницу и пандус. Вокруг поставят заборы с 3D-сетки, а дорожки выложат брусчаткой. Подрядчик работает с опережением графика. К концу августа здание обретет свой финальный вид, а уже в сентябре новая амбулатория в Кайбалах примет первых пациентов. Полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет. 19 тысяч пачек. Все они принадлежат 44-летнему черногорцу. Мужчина заказал их через интернет и хотел продавать в республике. Фальсификат силовики оценили в 2 миллиона 290 тысяч рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Далее новости коротко. Гараж и надворная постройка ночью горели в дачном обществе «Ландыш» под Абаканом. Возгорание началось из-за короткого замыкания. Его люди заметили не сразу. Когда приехали спасатели, огонь разошелся на 156 квадратов. Тушили пожар спасателей полчаса. Джазовые музыканты из северной столицы выступят на бульваре выходного дня в воскресенье 23 июля. Организаторы обещают главные хиты из мировой классики, советский джаз и авторские песни. Живое выступление начнется в 17.00 на открытой сцене возле ГЦК «Победа». Житель Черногорска арендовал на отпуск Дому моря у мошенников. Мужчина нашел объявление в сети, перевел за даток, а когда приехал по адресу, выяснилось, что там живет другой человек, который не размещал никаких объявлений. Место для отдыха мужчине пришлось искать заново, а ориентодателя из интернета теперь ищут полицейские. В Тюменской области медвежье семейство расправилось с фотоловушкой. Несмотря на повреждения, аппаратура смогла заснять нападавших. Это два медвежонка и их мама. Как отмечают специалисты, такое уже случалось. Но застать косолапых с поличным получилось впервые. Центробанк выпустил памятную трехрублевую монету с Виктором Цоем. Музыкант изображен с микрофоном, указаны даты жизни. Тираж пять тысяч штук. Сделана монета из серебра 925-й пробы. Весит 31 грамм. Это в пять раз тяжелее, чем обычная пятирублевка. Абаканцы вышли на массовый субботник. Горожане помогают коммунальным службам очистить улицы от последствий стихии, которая накрыла столицу в прошлые четверг и субботу. С призывом о помощи обратился Алексей Лемин. О честь из столицы вышли сотрудники мэрии, рабочие коллективы и обычные горожане. Главная задача убрать с улиц отломившиеся ветки. Начиная с четверга коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Но рук нам все не хватает. Приходилось еще и откачивать лужи. Поэтому и попросили помощи у горожан. Абаканцы охотно откликнулись. На субботник с 9 утра вышли все районы города, в том числе отдаленные. А многие предприниматели предоставили свою погрузочную технику. Все собранные ветки отвезут на карьер для растительных отходов. Обычно он работает весной и осенью, но из-за стихии его снова открыли. Мы живем на гавани, здесь работаем на гавани. Поэтому мы равнодушными не можем быть к своему району, так сказать. Тем более у нас такой район, много пенсионеров. Сложно им, может быть, убирать около своего дома. Другие люди на работе. Ну вот как бы вот так. Ну и плюс любовь, конечно, к району. Вот хоть как, вы хоть что скажите мне. Сердце и гриб из вяза, а еще сова и змея с глазами и старых игрушек. В Черногорском детском саду зеленые фигуры, не хуже, чем в топиарных парках, делает местный дворник. Мужчина искусству красивой вырезки не учился, а образы ему подсказывает сама природа. Артем Паснов познакомился с мастером и выяснил, почему о нем мечтают почти все городские заведующие. Два дерева, они просто так срослись, когда обрезали дерево, оно просто так обрастать стало и просто как-то оно само подсказало, что вот именно сова здесь получится. Формироваться будущей сове, признается Федор Горенков, нужно еще несколько месяцев. Она не опушилась, но глаза из сломанных машинок уже на месте. А вот соседний ежик на стадии зародыша. Брюшко лысое, мужать еще год. Примерно столько у мастера ушло на королевскую кобру. В коллекции Черногорского дворника шесть работ. Есть еще Олимпийский огонь, Тура и сердце. В детском саду Светлячок мужчина работает третий год. До этого 30, был водителем, но надоело. Создавать фигуры из вязов попробовал от скуки и увлекся. Усердный дворник уже мечта всего дошкольного сектора Черногорска. Заведующий со всех этих детских садов, наверное, перебыли, уже пересмотрели. Как на экскурсию приходят. И даже в шутку переманивают, но Светлячок отдавать своего Церетели или, как говорят местные, Федорыча не планирует. Он делает их детский сад особенным. Цветы, ну, как обычно бывает во всех садах, цветы летом, то есть где-то там грядочки. А именно вот чтобы деревья стригли и так стригли красиво и качественно. Ну, я так думаю, что только у нас. Детки радуются, когда выходят и видят такую красоту. А прохожие, которые проходят за периметром детского сада, ну, тоже восхищаются. В планах у Федоровича создать и новые фигуры в саду. Но какие, пока не знает. Надеется, что нетронутые деревья сами ему подскажут. Артем Паснов, Григорий Сараев, Нота Бене. Краснокнижных чаек заметили в Саяно-Шушинском заповеднике. В объектив камер ученых попала стая черноголовых хохотунов. Это одни из самых крупных чаек в мире. Гнездятся на озерах Минусинской котловины и живут колониями. У птиц, кстати, есть особенность. Высиживает потомство не только самки, но и самцы. Что касается погоды, то в Абакане ночью температура воздуха плюс 15, безоблачно. Днем также ясно и 29 на столбике термометра. В Саиногорске ночная температура плюс 16, днем, как и в столице, 29. Желательно долго не находиться под открытым солнцем. В обоих городах ветер от 1 до 7 метров в секунду и без осадков. С новостями на сегодня все. Делитесь своими историями по номеру 222 700 или пишите нам в мессенджеры. Мы ждем ваших сообщений в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 020 77 00. До встречи. Это целая обойма федеральных каналов в цифре. СТС, Домашний, РЕН-ТВ, Пятый, ТВ-Центр. Звоните 348 348. А пока щетинки на 29. 2 0 2 22. Саиногорск. Микрорайон Центральный 1. Субтитры сделал DimaTorzok